Основная повестка сегодняшнего дня состояла из 40 вопросов. Самые обсуждаемые – социальная поддержка пенсионеров, доступность покупки жилья эконом-класса, развитие агропромышленного комплекса Кубани в ближайшие несколько лет. Тем более, что экономическая ситуация вокруг России, формирующаяся под политическим давлением Запада, легкой в ближайшее время не будет, считает Александр Ткачев. Будущий год с финансовой точки зрения окажется непростым и для Краснодарского края, во многом из-за сокращения притока государственных инвестиций. Времена непростые, мы должны это понимать, и для экономики края они тоже не будут сверхуспешными, как это были для нас в годы 2012-2013. Конечно, блокада России, экономическая, прежде всего, скажется в определенной степени в разных сферах экономики. Очень надеюсь, что мы, как и 2008 год, пройдем все-таки покасательно и минимизируем эти издержки. Раньше мы говорили мирового кризиса, сегодня рукотворный кризис, который, в общем-то, страны Евросоюза и Америки пытаются создать на территории нашей страны. Конечно, на все потребуется время, но надо спешить, надо перестраивать экономику, естественно, искать новые рынки сбыта и, конечно, наращивать производство. Однако попадание в такую зону экономической турбулентности для Кубани критической назвать нельзя. За несколько лет в крае накопили достаточный запас прочности, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию. Только по объемам промышленного производства Кубань вышла на первое место в Южном федеральном округе. На 15% выросло производство сельскохозяйственной продукции. И если экономика Кубани болезнь кризисом сможет перенести достойно, то вот о здоровье физическом, особенно среди молодежи, стоит побеспокоиться, считает глава региона. Модный в последнее время в стране синтетический наркотик «Спайс» уносит все больше жизней среди подростков. К сожалению, наш регион, в том числе, находимся в числе пострадавших. Продажи синтетической травы в нашем регионе растут, к сожалению, геометрической прогрессией. На Кубани уже 9 смертельных случаев. И вы знаете, что мы провели экстренное заседание антинаркотической комиссии. Я считаю, что эта проблема, она существует, это угроза реальная. И, конечно, мы всем миром должны навалиться. И, наверное, нам нужны и законодательные инициативы, решения. Запрет на продажу всевозможных курительных смесей и дать больше возможностей нашим прорывательным органам. Прошу парламент Кубани проработать эти вопросы и, конечно, выйти с инициативой. И я думаю, что это будет своевременно и правильно. Расслабляться нам нельзя. Мы должны защитить молодежь. В России сегодня наркозависимых 8 миллионов человек. Ежегодно гибнет порядка 100 тысяч человек, умирает. И в основном это молодежь. Поэтому, конечно, разделяем вашу озабоченность, тревогу и обязательно включимся в эту работу. Тем более в крае уже есть успешный опыт борьбы с наносящими вред здоровью веществами. Приняты в 2007 году закон о запрете выращивания мака и ограничения продажи энергетических напитков показали свою эффективность. Сегодня, кроме запланированных на сессии тем, бурное обсуждение вызвал еще один вопрос о контроле за ростом цен на товары. В последнее время, после введения санкций, продукты на прилавках стали заметно дорожать. И, как правило, цены растут из-за желания самих продавцов нажиться на ситуации. Конечно, это в какой-то степени связывается на росте цен, которые мы с вами, конечно, должны максимально удерживать. И я призываю их депутатов. Естественно, поставил задачу всем министерствам и ведомствам вести мониторинг. Я очень надеюсь не только на хорошую активную работу по сдерживанию цен наших госструктур, но и общественных организаций. Потому что, к сожалению, найдутся те, кто совершенно неправданно будут задирать цены и набивать свои карманы. И считаю, что мы здесь должны продумать, может быть, на заказательном уровне, в том числе, как эти вопросы жестко пресекать. Контроль за ростом цен в Краснодарском крае специальными группами ведется с начала лета. Краевые депутаты согласны. Законодательный рычаг поможет в борьбе со взвинчиванием цен. Как один из инструментов сдерживания таких порывов, например, интернет-порталы, куда можно выкладывать всю информацию о завышенной стоимости продуктов. Письмами это долго. Звонками на горячей линии можно, но это не всегда удобно. С учетом того, что у нас уже высокий уровень интернетизации в Краснодарском крае, интернет-площадки, где жалко, граждане могли бы выкладывать фотографии, формулировать какие-то претензии к ценообразованию, а чиновники реагируют. И остальные видят, как это происходит. Это наиболее эффективный механизм. Если говорить о ценах, в принципе, они не должны вырасти. Если мы уберем одну прослойку, так называемую перекупщиков, или как раньше их называли спекулянтов, то все становится на свои места. И в этом направлении сделаны очень четкие шаги. Это предоставление рынков, это возобновление воскресных субботной торговли в городах, вы знаете, проведение ярмарки. Сейчас законодательные и исполнительные власти края должны создать ту подушку безопасности, благодаря которой люди не почувствуют экономической тряски. Как заметил Александр Ткачев, один мировой экономический кризис на Кубани пережили без серьезных потерь, поэтому нынешняя ситуация врасплох никого не застанет. Александр Иванченко, Денис Перец, Валерий Пятов, Кубань-24, Краснодар.